Потихонечку отобрали. Каждый башкан виноват в том, что потихонечку все отбиралось. И фурмузал, и табунщик, и крайтор. Каждый депутатский корпус виноват в том, что происходило и происходит до сих пор. С народным собранием. Мы не живем так богато, чтобы себя вести так красиво и вульгарно. Я по утрам и по ночам и на выходных учу румынский язык. А еще недавно вместе с нами, с вами, мы критиковали Дудоглу в 2014 году, что его не было на Чедерновском митинге. Сегодня то, что произошло вот с этим газом, то, что произошло сегодня с вот этими патентами, виноваты именно власти, которые были у власти. Это тем партия, партия социалистов и Ирина Лах в этом общем кружке. Страна огромная. И что было? Додон ездил в Газбром по замене Вадима Чабана, этого Вадима Чабана, который считает, смотри, сегодня наши деньги. И не смогли, целый президент Додон, что не смог на 5, на 10, на 15 лет сделать, сделать что? Сделать договор, контракт на 15 лет, чтобы у нас была цена, как в Армении, люди добрые, как в Беларуси, мы же СНГ. Подождите, мы СНГ, мы живем в СНГ? Мы живем. Почему у нас цены дороже, чем в Европе за газ? Вот вы понимаете, в чем фишка. Вы многие не понимаете, вы сейчас можете меня критиковать. Пожалуйста, я готов, я вышел на эту сцену. Меня много критикуют. Если здесь заявляют, Николай Храмович, вы не обижаетесь, если заявляют, что здесь нет никого бенефиза, оба объединены, давайте объединяться. Давайте, на самом деле, по-честному сбрасываем все вот эти, вы молодцы, что вышли уже с этих партий, наконец-то, другие тоже под кончиком уходят. Выкидываем эти партии в сторону. Когда патриоты говорят бойкотировать, я согласен с Дудову. Надо, мы делали это миллион раз, и подписи собирали, и все. Надо по-настоящему собираться. Целый месяц, баллов в последний день, депутаты пошли на голосование. Так бывает, на самом деле, есть много групп, много команд. Они договариваются, спорят. И Николай Горнампович немного лукавит. И он хотел быть председателем. Он говорил это депутатам. Ну, а потом увидел, что нет поддержки. Он сказал, все, да, вопросов нет. Но вы, мы не можем им говорить, когда я слышу, партия социалистов, ячейка говорит, уберите Константинова, уберите Дудову, уберите того, вот давайте поставим этого. Нету такого. Депутатские группы сами себе выбирают председателя. Сейчас что происходит в Народном собрании? Партия социалистов, группа Петрова и люди, которые поддерживают Башкана, они не хотят, чтобы пришла та группа, которая по уложению и по регламенту не пропустила ни одну сессию. Я хочу сделать замечание депутатам. Пусть они читают регламент как надо. Михаил Железоглый много раз говорил. Вы можете бойкотировать парламентские выборы, президентские, но бойкотировать сессии по избранию председателя вы не имеете права. Вы должны зайти в кабинку и проголосовать. Нравится вам это, не нравится. Вы должны выставлять своих кандидатов. В противном случае я очень хочу увидеть, как Дудогло подписался и я Узуном. Узун тоже здесь он скажет. Первые сделали правильный шаг. Когда они увидели, что 10 раз не собралось, Дудогло встал и сказал, ребята, мы не можем, давайте уходим на саморосмуск. Я вас уверяю, что многие хотят, чтобы был саморосмуск. Да, да, сделаешь, сделаешь реплику. И вот я сейчас что хочу сказать. 1 февраля, когда у них есть сессия, давайте все вместе пойдем туда 1 февраля. И вот как Дудогло написал Сузунову эту записочку. Туда нужно еще 16 депутатов, чтобы самораспуститься. На самом деле этот цирк надоел всем. Если вы депутаты, не можете там 35 человек разобраться, кто будет руководить парадом, вам всем надо уйти, уйти в отставку. Но дружно взять с собой Башкана Гагаузи. Ставим вопрос об отставке и Народного собрания, и Башкана Гагаузи. Там 1 февраля. Идем туда и не разрешаем им выйти оттуда. Не так, что Константинова группа виновата, еще чья-то. Мы не можем говорить, как Николай Харламович, давайте выберем молодого, старого, больного или какого. Депутаты сами там выберут. Уважаемые жители Гагаузи, только что прозвучало, что мы не хотим устраивать церк и конкретно устроили. Хочу обратиться всем остальным, выступающим, которые будут. Уважаемые друзья, мы собрались, у нас есть программа, почему мы здесь собрались. Потому что такие митинги по очернению у нас проходили 10, 20, 30 человек. Сегодня людей собрали по одному поводу, выступают по другому. И хочу остановиться конкретно на фамилии Дудоглу. За последние 15 лет во всем везде виноват Дудоглу. Дудоглу ушел. Лучше стало? Лучше стало? Дудоглу во всем виноват. Дудоглу жил, живет в Камрате среди вас, и мои дети, и жена все работают и хожу по этим улицам. Поэтому давайте не будем трогать Дудоглу. У нас другая тема. И хочу еще раз обратиться. Не получится объединение Гаглузии вот с такими выступающими. Они хотят решать только свои вопросы. Народное собрание. Нет, я еще скажу еще одно. Народное собрание. Хочу присутствию этого митинга, присутствию всех камрачан сказать, я не буду голосовать за Дмитрия Георгиевича Константинова. Я один из его поддержал, он был представителем народного собрания. Мы понимаем, чем это закончилось. Не надо мне убеждать, не надо мне говорить. Мои избиратели ни этого не велели. Я извиняюсь, поэтому я за Молдову. Я понимаю, что все хотят выступить. сегодня мы здесь собрались по очень больной, актуальной теме. Всех жителей Гагалузи и всей республики Молдова беспокоят ситуация, которая сложилась в энергетическом комплексе. Ситуация сложилась с ценами на любые продукты. за последние полгода, когда у нас в стране сменилась власть, ситуация очень, очень сильно ухудшилась. Буквально, в смысле слова, она испортилась. Я не хочу эту площадку использовать для выяснения отношений. Как сказал Гагалузи, Международного мы здесь собрались обсуждать проблемы, которые у нас сложились в первую очередь с газом. Ситуация действительно очень фактическая. И власть, которая пришла разрушить нашу молдавскую государство. Я хочу сказать ничего. Я между Гагалузи здесь ничего. Я хочу сказать еще одно. Наши патриоты вот здесь вот заметили, сказали плохой башкан, плохие депутаты, плохие демократы, плохие социалисты. Но ни один из них, никто не сказал, что плохая личная власть. У меня возникает вопрос, на кого работают наши так называемые патриоты. Люди, нас беспокоят ситуация с газом. Так давайте мы объединиемся. Мы должны все четко понять, что рыба портится с головы. Голова находится в Киченеве. Эта власть государственная не способна договариваться. Она не способна выстраивать такую политику, которая будет продвигать интересы граждан нашей страны. Эта власть не понимает, что никакая экономика без политики не строится. Нашего президента беспокоит ситуация на Украине. А то, что наши люди с голода будут умирать наши руководства страны. Это не беспокоит. Они не умеют, они не понимают, как надо выводить страну из экономического кризиса. Они за полгода нас загнали в этот... А что будет через три с половиной года, когда у них мандат закончится? Где мы будем? Все уезжают отсюда. Никто не хочет оставаться. Так что давайте, дорогие жители Гагалузии, давайте жители Кабрата, мы должны объединиться. У нас есть проблема. Если мы будем друг друга натравлять, будем критиковать депутатов, будем критиковать башканов, мы не объединимся. Мы не сможем достигнуть главного. Работаем на то, чтобы мы добились на то, чтобы государственная власть могла нам хорошие цены на газ, на электричество. Все мы понимаем, что поднимется электричество, цены на газ, наша продукция не будет конкурентоспособна, наша экономика уничтожится, и тогда все наши молодые жители уедут. Они так не хотят здесь жить. Я еще раз всех призываю, я еще раз всех призываю, мы имеем то, что мы имеем. Это газа 15 лей и электроэнергия 3 лея. Слово предоставляется Юлю Союзом. А мы дайте слово народу. Алло, здравствуйте. Подходите в газ. Подходите. Всем здравствуйте. Я буду говорить, я буду говорить спокойно, потому что я болею. То, что говорил Николай Дудогло, не хочу повторять его фамилию, но человек, который говорит, что не будет голосовать за Константинова, это его право, но он не говорит о том, что закрыл Константинова. И этот человек по вине не только его судьбе, но и всех людей, которые защищали интересы гагалузского народа. Сидя у власти в Демпартии, он уничтожал гагалузского избирателя. Но самое главное я вам хочу сказать, посмотрите, что творится. Люди, которые сейчас здесь, которые пекутся за народ, они говорят о народе, они были и коммунистами, и ДПН, и социалисты, и поверьте, они завтра будут и пас. Если вы посмотрите, они красиво говорят, но они защищают друг друга. Они были же вместе социалисты и Демократы. Сегодня уходят другие, хотят прийти они же. Поэтому я вам хочу сказать, этих людей надо гнать грязной метлой. Они о народе не думают, они о народе говорят, но проанализируйте, о них за 20 лет. Что они сделали? Они как сидели на теплых местах, так и продолжают сидеть. Один здесь выступал только что, он был вроде бизнесменом, а что не бизнесмен? Потому что там надо пахать, он стал чиновником. Он не говорит вам, какая у него зарплата, он не говорит, что у него есть водитель и вечная машина, и положение, но говорит о вас. Поэтому я вам хочу сказать, вся правда находится наверху. Дадон, я его виню, он обязан был сделать контракт на 10 лет, так как он говорил, что он любит Россию, и представляет Россию. Почему он это не сделал? Да потому что не хотел. Он хотел, чтобы это происходило так. И сегодня, и завтра не сможет. Он хочет опять вернуться назад. и группа депутатов Народного собрания это социалисты Петров, это одна команда и долг их числе. Поэтому уважаемые гагаузы, они сейчас говорят, но не слушайте их, потому что правда и наша жизнь в ваших руках и в наших. А этих гнать отсюда нас. Спасибо. Дорогие товарищи, гагаузы, мы же для чего собрались сегодня? Решать вопрос насчет газа. Пенсионеры, инвалиды попросили, чтобы я выступила от имени ихнее, чтобы мы решили вопрос о том, Санту нам делать какие-то скидки. Зачем нам скидки? Надо, чтобы регулировать этот газ. чтобы была нормальная цена. И сейчас еще 27 числа Гаврилица выступила, что надо по всей Молдавии искать, где есть бомбоубежи, потому что в случае чего мы могли защищаться. Зачем нам такое, когда они должны решать вопрос насчет газа, насчет отопительный зон, потому что поднимается цена и на продукты. Но никто об этом не говорит. я как от пенсионеров мало обеспечена. Оставку Санду, оставку Гаврилица, оставку судьям. Все оставку. Нам такое правительство не нужно. судьба. Они не хотят разбираться с газом. Есть люди, которые хотят работать. И снять их, и пусть они идут в Румынию, раз они хотят в Румынию. У нас Молдавия, молдавский народ. Оставку Санду, оставку правительства, оставку гаврилицы, судьям, оставку всем. Надо работать насчет народа, потому что они живут на нашей спине. Если мы не были, их бы не было там, в этом правительстве. Пожалуйста, давайте будем сабыть. Отставку! Всех в отставку! Назад я вас видела в Кишиневе. Вы в дорогих отелях остаетесь. Пожалуйста, оставайтесь. Но не забывайте о своем народе. Вы что нам обещали, что будет все хорошо? А на самом деле вы же обещали нам, что это такое газ-15? А по одному пенсионеру, если он получает по две тысячи, что газ платить, лекарство брать или поесть? У вас совесть есть? В отставку коголовья! В отставку! Это уже радует, что народные жители Коврата выходят и говорят о нашущих вопросах, потому что у всех назрело. Здравствуйте, братья и сестры. С выступающими сейчас, которые были, я совсем согласна, потому что политика Майя Санду, политика вообще правительства, это, я считаю, геноцидом против своего собственного народа. Вот. Но у меня есть некоторые вопросы нашему Пашкану. Майя она выдвигала свою программу, она сказала, что договориться с Россией и Грузия будет получать газ по льготной цене. Где этот газ по льготной цене? Пусть Ирина Влах и ее исполнительный комитет пусть придут сюда и отвечают перед народом. Где газ, который она обещала народу, что будет договариваться с Россией. Кроме этого, в 15 году она обещала с помощью российского капитала будет построено 11 совместных предприятий в Гагрузии и будут созданы рабочие места. Кроме этих 11 предприятий она обещала построить 5 крупных агрохолдингов по производству сельхозпродукции. Это переработка, упаковка и продажа. Все ложь. Ничего не исполнила для нашего народа. Все ложь. Кроме этого, она обещала, что будет в Чадарунге построен аэропорт междугородный, между прочим. Где этот аэропорт? Я не вижу. Вы видите? Где рабочие места, которые она обещала людям, что будет поднимать экономику нашей страны? Где? Где тут? Кроме этого, она обещала построить автостанцию, электростанцию. Где электростанция? Где опять рабочие места? Нет! Потому что одна ложь. Она поступила во власть только через свои ложные обещания. она обманула народ. Она разворовала весь капитал бюджета. Все подстроила под себя и нашим Чадарумскому району, Луканежскому району. Она даже дышать не разрешает без ее согласия. Это геноцид против своего же народа. Кроме того, почему она едет в Бухарест, в Булгарию, не старалась в Майя Санду пришла и она испугалась. Почему? Потому что нету крыши, нету Додона. Надо это самое отвечать за свои эти сворованные деньги, которые она с капитала взяла. Естественно испугалась. И она пошла крышу искать в Румынии, чтобы те постарались уладить отношения с Майя Санду. Вот. Для чего? Для того, чтобы не было на нее поднято вот это уголовное дело. И чтобы не отвечала за свои преступления. Вот. Поэтому вам нужен такой башкан, я спрашиваю, который вас обдирает, который за ваши шкуры, за ваш пот наживается. Я еще... Ну, были разные башканы, но такого алчного, ненасытного, я еще не веду. Я еще не Это говорит... Добрый день. Тарнацкий Александр, я представляю избирательный округ номер 3 Камрат в Народном Собрании Гагаузии. Уважаемые жители Камрата, уважаемые гости, здесь есть мои коллеги по Народному Собранию, есть примары населенных пунктов, есть советники. Я чувствую, что обстановка немножко накаляется, и очень прошу, чтобы мы все успокоились, старались выступать по повестке дня, не занимались. Я пришел сегодня не осуждать кого-то, не критиковать, потому что это легче всего. Для этого есть телевидение, есть трибуна депутатов, где можем обсуждать эти вопросы. Намного сложнее создать и предлагать решение. По повестке дня три вопроса. Я постараюсь кратко выступить, выскажу свое личное мнение, и в конце мне бы очень хотелось, чтобы люди путем голосования, путем выступления сказали, а правильно ли мы думаем, потому что нет личного мнения Тарнацкого. Я представляю людей, мне очень важно вооружиться вашим советом, для того, чтобы действовать дальше. Поэтому этот митинг я воспринимаю как возможность посоветоваться, услышать, что думают люди. Три вопроса повестки дня, первый вопрос связан с ценой на газ. Что мы можем сделать? Я поделился письменно со своими коллегами, с главой Гагаузии расчетами. Вы знаете, что страна первые 150 кубических метров компенсирует. Много это или мало это другой вопрос. Для того, чтобы Гагаузия могла тоже компенсировать 150 кубов, нужно собираться здесь и остается и администрируется и не тратится на школу или на садики около 300 миллионов леев. То в принципе 80 миллионов леев, если мы все консолидируемся и посчитаем, что это главный приоритет спасти людей во время этой гуманитарной катастрофы, то это возможно. Но есть другой вариант, который я поделился со своими коллегами с исполнительным комитетом. У Гагаузии есть очень много международных отношений с регионами Российской Федерации, с регионами Турецкой Республики, с регионами Европейского Союза. Здесь не надо делить страны на друзей и врагов. Надо обращаться ко всеми за помощью. Я предложил, чтобы с этими расчетами поехали и в Российскую Федерацию, и в Турецкую Республику, и в Европейский Союз, для того, чтобы объяснить, что народ Гагаузии находится на грани гуманитарной катастрофы тариф на газ для Гагаузии не сделает. Никто отдельно труппопровод для Гагаузии не построит. Но оказать гуманитарную финансовую помощь это возможно. У нас есть десятки договоров с регионами. Гагаузия не субъект международного права. Мы не государство. Мы автономное образование. Но с регионами в международном отношении мы можем сотрудничать. Единственное, в соответствии с законом я депутат, поэтому буду ссылаться на законы. В соответствии с законом представлять Гагаузию в международных отношениях может только глава автономии. Поэтому при всем уважении к тем трем коллегам, которых делегировали для переговоров по газу, они не смогут самостоятельно решить эту проблему, потому что в состав делегации должна возглавлять глава автономии для того, чтобы это были легитимные переговоры и был результат. Это первое, что касается тарифов на газ. Второе, патентообладатели и работники налоговых свидетельств. Немножко объективная ретроспектива событий. В марте прошлого года эти два закона были отменены, местные гагаузские законы были отменены апелляционной палатой. То есть уже фактически судебное решение вступило в силу. Народное собрание Гагаузии приняло специальное постановление, обратилось в исполкоме главе Гагаузии. Представьте, пожалуйста, новые проекты закона. К сожалению, с марта месяца представили их только в декабре. Если бы они были представлены своевременно, то еще шестой соузов Народного собрания мог перед тем, как уйти на выборы, проголосовать и вообще снять проблему. К сожалению, не получилось. Сейчас, чтобы утвердить эти новые законы, нужно вначале избрать председателя Народного собрания, потому что мы не можем голосовать, некому подписать новые постановления Народного собрания. И фактически три тысячи экономических агентов сейчас функционируют в нелегальном поле. Мы на разных уровнях обратились к официальным властям Кишинева с просьбой, пожалуйста, вот на этот период, пока Народное собрание не может разобраться с руководством, не санкционируйте людей, не проверяйте, не ставьте штрафы. Исполнительный комитет представил проекты новых законов, но в отношении патентобладателей вы должны знать, должен быть открытый диалог между властью и людьми. Предложили платить взносы социального страхования в обязательном порядке, это около 13 тысяч шлеев. Я, мои коллеги представили альтернативные мнения, как компенсировать. Я лично считаю, что люди все должны платить в соцфонд, мы должны, чтобы у людей были пенсии, солидарно участвовать, но и нельзя людей заставлять, как снег на голову, что вы завтра будете платить 13 тысяч шлеев. Мы предложили механизм компенсации, как людям первые три года помочь с оплатой взносов социального страхования, но для того, чтобы решить эти вопросы, необходимо избрание руководства народного собрания. Как только будет избран председатель народного собрания, мы соберем людей, наверное, в Доме культуры, чтобы честно и открыто поговорить, какие законы нужны людям, чтобы они остались, чтобы они могли работать и в то же время функционировала и социальная сфера нашей страны. Третий вопрос. Политическая ситуация, я не буду говорить о политической ситуации, в целом скажу лишь про народное собрание. Вы видите, что происходит. Почти три месяца мы собираемся и не можем избрать руководство, не будем входить в полемику, почему это происходит. Но единственная просьба. Каждый из вас имеет своего депутата. Пожалуйста, встречайтесь, советуйтесь, говорите, как ему поступить, как голосовать. Насчет распуска. Конечно, если люди скажут, что депутат должен уйти в отставку, он должен это выполнить. Но для того, чтобы у людей спросить совет, людям надо сперва дать объективную ситуацию. Если будет отставка народного собрания, необходимо помнить, что следующее народное собрание начнет действовать в самом лучшем случае через три месяца. Потому что выдвижение кандидатов, избирательная кампания, признание результатов, первое заседание пройдет не менее трех-четырех месяцев. То есть до практически июня-июля этого года. Что в этот период будет происходить с патентообладателями? Кто-то возьмет на себя ответственность? Потому что нового закона не будет. Некому их будет принимать. Не будет ни закона, а бюджет не будет принят. Не будут делегированы представители Гагаузии в состав рабочей группы между парламентом Кишиневым и Камратом. То есть если уходить, люди должны знать объективную ситуацию, что в течение трех-четырех месяцев законодательной власти в Гагаузии не будет. Поэтому мне кажется, что еще не исчерпаны все пути для того, чтобы найти консенсус в составе Народного Собрания и избрать руководителя. Вот по каждому из трех вопросов я высказал вам честную, объективную ситуацию. Высказал свое мнение. Мне очень было бы важно узнать от людей, как правильно поступить в первом вопросе. Должна ли глава делегации, глава Гагу... Добрый день, Народного Собрания, я с вашим социалистом. Хочу вам слово сказать. Не надо, не надо, не надо, надо высказать, все высказать, высказать, да, не надо. Пусть армия, в этой сфолюции, а в эту сфолюцию, в этой сфолиции, в этой сфолиции. Суда сегодня вышли вы, решили за газ, за цены, или за что, или решили у кого-то какие-то мнения, да? 35 депутатов. Они должны были все по тройке, здесь, как в этой сфолиции. Если они за людей думают, вы знаете, у нас в Асфолиции от 18-ти, от 18-ти, 15-ти. В 18-май, сейчас будет, вы уйдете, на 13-ти, 30-ти, 18-ти, на 18-ти, на 18-ти, дадо. Я все равно, в Асфолиции, я вам говорю, вы не знаете, где вы знаете, 30-ти, а точно вышли, 30-ти, 40-ти, да? 30-ти, 30-ти, 40-ти, ну, он с тобой, да? Почему ты даже такой? Потому что еще когда на Майя Ассалду, вы почему-то, если слова, не отчет, и за Майя Ассалду, ну, поднял, ну, вы отпакал, тогда еще пока. Франк, Франк, Франк!